К чему еще мы должны обратиться? Конечно же, к поражению Пари-НН или к победе Локомотива? Да как угодно, какая разница. Три очка у Локомотива, ноль у Пари-НН. Что происходит с Пари-НН? Я думаю, что поражение Пари-НН. Тут просто настолько неясные решения и судейские. Эти пенальти, которые ставились и не поставились. Ну, послушайте, судьи с судьями, но все-таки есть футбол, есть игра. Пари-НН с Юраном играла в классный футбол. Юраном в Спартак там кандидатом называли. Ну, почему? Приятно на них было смотреть. И по таблице хорошо шли. По таблице, да, шли. Что произошло? Ну, что произошло, я думаю, в каких-то... Ну, Севикяна они потеряли. Юран, например, не хочет признавать, что там момент Севикяна. Но они намного меньше сейчас стали тоже создавать. Ну, Севикян, как выясняется, невосполнимая потеря, прямо скажем. Ну, для меня... Ну, у них нет ни одного игрока, по сути, который впереди. На кого там можно... Кутеладзе-то не видел на 11-й минуте? Он добежал, блядь, ковырнул этот с левой ноги. Он уже был, блядь, мертвый просто, понимаешь? Я думал, он уже устал-то, понимаешь? Он... Посмотреть на него, я не знаю, что он делает, этот парень там... Они усилились. Марадишвили, блядь, ну это со смехом, блядь. Этот Кучаев, блядь, блядь, это что, это что, блядь, вообще? За усиление. И у них, конечно, самая большая потеря, на мой взгляд, это этот, как его, в центре поля этот черный паренек сломался сейчас. Майга. Майга, майга. Вот это. А что локомотив, Игорь Михайлович? Волевая победа очередная? Ну, волевая победа, Галактенов говорил после прошлой игры, что он как чувствует потенциал, верит в команду, что может прорвать, но такие победы, ну, они бывают раз там в 10. Тигр, да?